Друзья, Новый год не за горами, и пермики вовсю готовятся к празднику, в частности, закупают пиротехнику. Какую пиротехнику лучше купить и на что обратить внимание при ее запуске, расскажет наш сегодняшний гость. У нас в студии Вадим Владиславович Попов, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Пермскому краю. Вадим Владиславович, доброе утро. Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, какую пиротехнику стоит покупать, на что обратить внимание, и есть ли у нее может быть какой-то срок годности? Хорошо. Раз мы затронули тему пиротехники, разрешите я сначала доведу ряд цифр. На понимание, в начале января месяца текущего года в новогодние праздники произошло 94 пожара. При этом на пожарах погибло 10 человек, и 3 человека получили травмы. Как видите, это достаточно высокие показатели. И с учетом того, что новогодние праздники все жители Пермского края будут отмечать, как правило, дома у себя в квартирах, на дачах, жарить шашлыки, топить бани, прогнозируется рост количества пожаров и происшествий на них. В этой связи я обращаюсь ко всем жителям Пермского края. Будьте бдительны, соблюдайте требования пожарной безопасности, в том числе при использовании пиротехнических изделий. В принципе, мы не можем запретить людям пользоваться пиротехническими изделиями. Наша задача – научить это делать правильно, следовательно, обезопасить их жизнь. Что касаемо первого вопроса, который вы задаете, чтобы праздник был безопасным, нужно качественно подойти к выбору пиротехнических изделий, которые вы хотите применять в новом году. Нужно понимать, что пиротехнические изделия должны продаваться только в стационарных магазинах и павильонах. Категорически нельзя покупать данные пиротехнические изделия где-то в переходах, либо на улице. При покупке данных изделий необходимо убедиться в целостности коробки. К данному пиротехническому изделию должна прилагаться инструкция, обязательно на русском языке. Это требования законодательства Российской Федерации. Изделия не должны быть влажными, должны быть сухими, также должна на них читаться полностью вся маркировка. В таком случае данное изделие будет соответствовать всем требованиям безопасности. А срок годности? Срок годности. К каждому изделию идет сертификат. При покупке вы вправе попросить у продавца показать данный сертификат, на котором в каждом отдельном случае будет указана дата годности данного изделия. Вот скажите, пожалуйста, какую пиротехнику категорически нельзя запускать дома? На сегодняшний день в соответствии с законодательством пиротехника делится на два типа. Это бытовая пиротехника с первого по третий класс опасности и профессиональная. К первому классу опасности у нас относятся это хлопушки и бенгальские огни. Данную пиротехнику допускается использовать в домашних условиях. Второй, третий класс, это у нас идут петарды и ракеты. Это уже второй, третий класс, их допускается использовать только на улице при соблюдении определенных требований пожарной безопасности. А салюты? Салюты. Это тоже третий класс опасности, их тоже допускается использовать на улице. Вот, кстати, фейерверки, все их очень любят. Расскажите, пожалуйста, как их правильно запускать на улице? Фейерверки, петарды и салюты запрещено использовать во всех зданиях и помещениях, с исключением, как я уже говорил, на улице. Что нужно сделать для того, чтобы фейерверк запустить безопасно? Первое, это тщательно изучить инструкцию, где показано, как нужно использовать, какие нужно выдержать расстояния противопожарные. Также нужно выбрать площадку. Площадка должна быть на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов. Это норма безопасности, чтобы избежать пожар. Как пример приведу в Татарстане, в январские праздники текущего года, при запуске ракеты она угодила в балкон, и в результате чего полностью была уничтожена квартира пенсионерки. Также нельзя при запуске наклоняться над данными устройствами, отойти при поджигании фитиля, отойти на безопасное расстояние, это 10-30 метров, ну и наблюдаться самим процессом запуска фейерверков. Немаловажный момент в данной ситуации, если пиротехника вдруг не сработала, не надо пытаться ее повторно поджечь, либо уничтожить в костре, нужно ее залить водой, и в последующем можно ее утилизировать вместе с бытовым мусором. Если мы говорим о детях и пиротехнике, они все любят петарды, хлопушки, бенгальские огни. Насколько это вообще безопасно? Ну, все мы были детьми, и всем нам было интересно, когда зажгут родители бенгальский огонь, побегать с ним вокруг елочки, возле стола. Нужно объяснять детям, какая имеется угроза, что даже тот же сгоревший бенгальский огонек может доставить легкий ожог. То же самое при пользовании вакуумными хлопушками. Нельзя наводить их на людей, на животных, нужно это объяснить детям, и банальные меры безопасности, в принципе, позволят провести праздник без каких-либо тяжелых последствий. Вадим Владиславович, подскажите, пожалуйста, какие-то общие рекомендации, чтобы новогодние праздники не омрачились печальными событиями? Ну, нужно понимать, что пиротехника – это взрывоопасный продукт, пользоваться которым нужно очень аккуратно. Тем более в Новый год периодически люди в состоянии алкогольного опьянения начинают их запускать, чего категорически делать нельзя – запускать данные пиротехнические изделия детям, хотя в соответствии с постановлением правительства пиротехнические изделия нельзя реализовывать, продавать детям до 16 лет, в том числе и их использовать. Чтобы праздник не был омрачен, необходимо соблюдать несколько банальных правил. Первое – это тщательно изучить инструкцию. Второе – выбрать площадку. Третье – это установить пиротехнические изделия, чтобы оно твердо стояло и было готово к запуску. Поджечь фитиль, отойти на безопасное расстояние и ни в коем случае, как я уже говорил, не давать запускать пиротехнические изделия детям. Вадим Владиславович, я знаю, что у Вас есть поздравительное слово, и мы с удовольствием его выслушаем. Да, еще в дополнение хотел сказать, что за нарушение безопасности при эксплуатации в запуске пиротехнических изделий предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. То есть, если граждане нарушают требования при запуске фейерверков, им грозит административное ответственность в виде штрафа от 2 до 3 тысяч рублей. В случае же, если данное мероприятие повлекло причинение чашкого вреда жизни людей, либо, с чего бы не хотелось, смерти, там предусмотрена даже уголовная ответственность от 3 до 5 лет. Ну и в заключение, да, как Вы сказали, хотел в преддверии наступающего дня МЧС 27 декабря 2020 года исполняется 30 лет со дня создания МЧС России поздравить нашего руководителя, начальника Главного управления МЧС России по Пенскому краю, генерал-майора внутренней службы Андрея Николаевича Бабинцева, а также весь личный состав и ветеранов Главного управления. Пожелать всем крепкого здоровья, долголетия, успехов и новых побед. Вот, пожалуй, на такой позитивной ноте мы сегодня и завершим с Вами разговор. Но, друзья, утренний эфир на этом не заканчивается. Впереди у нас много интересного. А я напомню, что сегодня речь шла о пиротехнике и безопасности в новогодние праздники. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова